В эфире Слуцк ТВ главный информационный проект «Время новостей». О событиях и происшествиях нашего региона расскажу вам я, Ирина Вечер. Здравствуйте! Впервые в столичной области прошел конкурс «Молодежный прорыв Минщины» среди лучших учащихся средних специальных учебных заведений. 9 января в финале на сцене Слуцкого городского дома культуры выступили представители колледжа из Минска, Борисова, Молодечна, Слуцка и других. «Молодежный прорыв Минщины» – лидерский конкурс среди учащихся средних специальных учебных заведений впервые прошел в столичной области. 9 января в Слуцком городском доме культуры себя и свои учебные заведения представили 9 финалистов. Развитие лидерских качеств, поддержка творческого потенциала учащейся молодежи, популяризация профессий – такие задачи определили организаторы конкурса «Минский обком БРСМ» и «Миноблсполком». Начали конкурс с представления проектов, которые участники реализуют в своих учебных заведениях. Кристина Лагун и Анастасия Яковлева представляли Слуцкий государственный индустриальный колледж и Слуцкий государственный медицинский колледж имени Сергея Ивановича Шкляревского. Я покористовывала в образы куполинки и жильки. В программе «Охлядать» сможешь доведаться про традиционные святы, про поэтов, письменников и их творы, архитектуру Беларуси, поглядять в остатские белорусские фильмы. Больше подробностно вы сможете ознайомиться со сценарием, и я годом с радостью откажу на ваше питание. В рамках проекта наши волонтеры и педагоги нашего учреждения образования проводят множество инклюзивных фестивалей, ярмарки, акций, спортивные праздники и квесты. Вы пришли с этой идеей или вам эту идею предложили? Эта идея еще появилась в первом курсе, когда я поступила. А вы до этого где, в какой школе обучались? Стародорожский район, агрогородок Шитович. То есть инклюзия для вас знакома, да? Да. Я еще со школы начала везде участвовать, и когда я пришла в колледж, и там тоже есть... Скажите, а вообще, по вашему мнению, волонтерство, оно имеет какие-то временные рамки? От 12 до 30 заниматься? Или этим можно заниматься? Это без разницы. Спасибо. Учащиеся нашего колледжа волонтеры движения «Брсен» «Доброе сердце» задались вопросы. Как донести эту полезную информацию до молодежи так, чтобы она была услышана каждой? Этот вопрос в некоторой степени стал вопросом нашего профессионализма. Ведь мы маркетологи и должны уметь разговаривать с людьми разного возраста. Затем действие перенеслось на сцену городского дома культуры. Приветствовал участников начальник главного управления по образованию Миноблсполкома Николай Башко. Время молодости проходит очень быстро, а ваша активность, которую вы сформируете у себя, добавление к тем вашим генетическим данным, которые у вас есть, она поможет в жизни. Я хочу обратиться к конкурсантам. Я хочу вам пожелать проявить себя в самые лучшие свои качества. Несомненно, они у вас есть. Реализуйте их. И даже если вы сегодня победите, не останавливайтесь. Даже если вы сегодня окажетесь за чертой тройки призеров, все равно вы лучшие. Но всегда помните, пределу совершенства нет. Дорогие ребята, и я хочу еще одну сказать такую фразу. Она звучала сегодня на представлении перед началом этой части. Мы должны гордиться, что мы живем в этой стране, и что мы можем сделать для нашей страны, для вас и поколений, которые будут жить после вас. На сцене ребята предстали перед зрителями в профессиональном образе. Соревновались в конкурсе ораторского искусства, отвечали на вопросы Блица и показали себя в творческом конкурсе. Работы представительному жюри хватило. Выбрать лучшего из лучших всегда сложно. Ведущая, староста, секретарь первички, волонтер и прекрасный повод. Где здесь мечты, а где реальность, пока никто не знает. Итоги подведем позже. Моя профессиональная деятельность уже началась. Я учусь на втором курсе Слудского государственного индустриального колледжа. И в завершении своего выступления хочу рассказать вам верную примету. Если вы дышите чистым, свежим воздухом, пьете вкусную минеральную воду, навстречу вам идут приветливые люди, это значит, что вы находитесь в самом чудесном городе под названием Слуд. Хорошего строителя так просто полюбить. И женщины мечтают о таком. Мужчине, деткам, как ты, дом, который должен быть. Накинуться дорогу просто нелегко. Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, бьется в дорожных ухабах маленький грузовичок. Словно по кругу привычная гонка, так бесконечна война. Сидит за баранкой машина девчонка, Только не знает она, что будет месяц май. И будет путь домой, и на крылечке мать Вот-вот всплеснет рукой, и защемит в груди, И в горле встанет кой. Радость в глазах сидит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. От разлуги и беды Лекарства нет, как прежде. Воздух дрогнул и застыл Предчувствием ночи. Но над морем пустоты Горит, как знак надежды Руки светлю касающей свечи. Отражается в глазах Закатным солнцем пламя В тихий час, когда гроза Свой колоком пробьет И сменяя пыльуса Над нами облаками Уплывают, как капли, за горизонт. Позабудь об этом сне Скорь не нужен никому Не читая на танцы, Мама, это ни к чему. С новым друзьям я своим убегаю Что меня тянет сюда, я не знаю Без музыки мне Оставаться надолго нельзя Музыка нас Слезала Дальше сна Слезала Всему, кому Держу я в ответ Нас не разбудит Музыка нас Слезала Все участники получили дипломы финалистов и подарки. Ну а тройка лидеров вот такая. Дипломом третьей степени Областного конкурса Молодежный прорыв Минщины 20-24 Награждается Симонович Елизавета. Ваши аплодисменты! Давайте громче-громче аплодируем! Вы слышали сегодня этот голос? Это просто божественный ангельский голос, я думаю, он останется в сердце каждого сегодняшнего зрителя. Диплом второй степени Назарчук Дарья Победителем областного конкурса Молодежный прорыв Минщины 20-24 Становится Кравцова Анастасия Ваши аплодисменты! Еще-еще аплодисменты Грубче поддержите Победительницу! Дерзай, молодежь! Все дороги открыты перед целеустремленными и настойчивыми. История наша и те напера Хай будешь счастливым в шлях! Грубчук – это наша окраина Мы гордо отрываем свой стяг Мы над ними свое и заставаем Разом все ты и я Краина одиная и независимая Мы этой крайне полгасе Я – это я сук покою Мы – это надея и вера Мы гордаем нашей землей Самая, пожалуй, злободневная тема сегодня – пожары Только за одни сутки в Беларуси погибли 9 человек В том числе 8 января в Слуцке Четверо на одном пожаре Еще двое погибших на пожаре в Лученьках 4 января Причина одна из самых частых – алкоголь и курение И вот снова пожар 9 числа В Мелешках горела хозпостройка, к счастью, без пострадавших МЧС еще раз напоминает – содержите жилье и хозпостройки в пожаробезопасном состоянии Установите австановные пожарные извещатели Соблюдайте правила безопасности За сутки в Беларуси на пожарах погибли 9 человек В Слуцке одно такое чрезвычайное происшествие унесло жизни сразу четверых Инцидент произошел в двухквартирном жилом доме на улице Козинцева Прокопчика При ликвидации пожара работники МЧС обнаружили двух погибших мужчин и двух погибших женщин Еще одного мужчину вытащил из веранды сосед, пострадавший в реанимации Выяснено, что накануне хозяин дома пригласил гостей Вместе они распивали спиртные напитки Следователем с привлечением работников МЧС и специалистов УГК СЭПа Минской области Проведен осмотр места происшествия Опрошенные очевидцы назначен ряд экспертных исследований Следствием рассматривается несколько версий возникновения пожара В том числе неосторожное обращение с огнем при курении А также неправильная установка и эксплуатация печного оборудования Все обстоятельства произошедшего будут установлены Слудским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки Пристальное внимание будет уделено причинам и условиям способствовавшим трагедии Не будьте беспечны, соблюдайте правила безопасности, берегите себя Кибермошенники не так страшны, как пожары, но наносят своими действиями немалый ущерб Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников И расскажите правила кибербезопасности своим родным пожилого возраста В Молодечнинске РУВД с заявлением о мошенничестве обратилась 21-летняя местная жительница Девушка сказала, что в мессенджере ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником органов внутренних дел Он пояснил, что на имя девушки злоумышленники оформили кредит Чтобы пресечь противоправные действия, ей необходимо самостоятельно взять займы в различных банках Якобы аннулируя действия неизвестного лица Испугавшись, жертва оформила два онлайн-кредита на общую сумму почти 25 тысяч рублей И перевела на указанный лжеправоохранителям счет Когда с ней перестали входить на связь, потерпевшая осознала, что ее обманули Новый сезон соревнования интеллектуалов «Случины» начнется уже на следующей неделе А мы предлагаем вспомнить, в чьих руках побывала мудрая сова Огромное спасибо всем игрокам за доставленное удовольствие За очень интересную игру И, конечно, приз уходит в команда, которая уже на протяжении многих лет доказывает, что они умнейшие Назовите ее двумя или тремя словами Ответ – Нобелевская премия Дорогие друзья, ну и жарко живу сегодня в зале Но вы удивили жюри, стопки с неверными ответами гораздо меньше, чем стопочки с ответами правильными И даже к неверным ответам вы настолько творчески подошли, что удивили различными вариациями этих неверных ответов Дорогие друзья, ну и жарко живу сегодня в зале Вопрос, который касался завещания, ответили все и доказали правильно Единственный среди всех А так, всем хорошо и спасибо Сегодня для нашей команды была очень напряженная игра, как никогда Мы долго шли к этой победе И была, в принципе, очень-очень просто Напряженная игра, сложные вопросы И, наверное, мы до последнего, прям до последнего Шли с другими командами, очень сильными командами, соперниками Шли в рове И вот, можно сказать, это такая игра, в которой последний вопрос действительно был решающим Спасибо огромное всем командам за достойную, хорошую игру Вы видели ваше с маленьким ответом, но было очень приятно И были очень интересные ответы Сегодняшняя игра понравилась Вопросы были непростые Наконец-то нам удалось победить Потому что подряд игры мы занимали второе место Никак нам не удавалось Первое И чего-то не хватало А тут все получилось, сложилось Команда все работала хорошо Я доволен, результаты меня Организаторов игры большое спасибо Реально, отдыхаешь Спортивный драйв, спортивный интерес Очень нравится всем Присоединяйтесь, все, кто хочет, присоединяйтесь Это очень круто, это драйв Это реально, может быть, со стороны это кажется Что сидят какие-то люди, что-то там, блгнят и обсуждают Но на самом деле это адреналин, энергия Драйв Надо знать, что команд не уменьшается И что интеллект команд, ну я бы сказал, возрастает Потому что были сегодня моменты, когда все команды отвечали правильно В этом сезоне наша не первая сова И, надеемся, не последняя У нас сегодня все получилось И ребята большие молодцы Наслаждаться, наверное, игрой пожелали бы соперникам Просто наслаждаться Не терять интереса Да, и не терять к ней интереса Ходим, участвуем, приходим Нам интересно играть И вообще здорово Самыми сложными почему-то оказался вопрос Вопрос о новых денежных купюрах на свадьбу, которые дарят И вопрос о наперстке Как-то у нас принято, что команда приходит на игру в костюмах, при галстуках А сегодня впервые, 11 игра и первый раз за 11 игр Мы пришли в свободной форме одежды И надо же такому случиться, что победили Вопрос про новые купюры, которые дарят в Японии Мы ответили по тексту вопроса Что по традиции, как у нас, так и у них дарят деньги в конвертах И мы решили, что наиболее оптимальным именно для Японии решением Является конверт в виде оригами И в который уже ложатся непосредственно денежные купюры Спасибо вам большое, что вы на протяжении этого года были с нами И, конечно же, поздравляем победителя Сезон проходил неровно у нашей команды Не так легко давалось, как и другие сезоны иногда было Но завершению удалось, мы заняли первое место И хочу поблагодарить свою команду за то, что собрались в конце все-таки И выступили как положено Игра была интересная Рождественский бал состоялся 7 января в городском Доме культуры На сцене выступили участники танцевальных коллективов из Слуцка и Солигорска И продемонстрировали, что танцу все возрасты покорны Не только любви 7 января в Рождество на сцене городского Дома культуры прошел бал Это было красиво Прихорошившиеся нарядные дамы словно сбросились десяток лет Танцевали великолепно в свое удовольствие Излучая позитив, наполняя зал энергией Зрители довольны Коллектив современного бытового танца фолк-дэнс Слуцкого городского Дома культуры И студия танца Вита из Солигорска Устроили этот праздник Солигорска Не только танцевали Как на всяком балу были и игры и дружеские соревнования И уносят меня, и уносят меня Свиняющую снежную дар Ты белый коня, ты белый коня Тебя, твои твари, гидраль Поколок великий темной Ты белый скрип улучшает Со шешалой стеной Тема колюшая Ты пойдешь за порой Суду кини И слотка под синий-синий Подари мне поцелуи Минута меня не ревнует Под елкой игрушки сидят Тебе о любви моей говорят Солом на миске и мороз Я знаю, у нас все всерьез Подари мне поцелуи Солисты и коллективы Дома культуры Дополнили этот замечательный вечер Своими выступлениями Танцуйте в любом возрасте Это так прекрасно Заметает зима Заметает Все, что было До тебя Хочется пожелать вам И всем-всем Кто сейчас творил вот это чудо на сцене Огромного здоровья, счастья И, конечно же, неиссякаемого творчества Творите и радуйте нас новыми танцами Продолжаются новогодние акции Наши дети и от всей души Теплые встречи и поздравления с концертами Смотрите, как проходили праздники в Лучниках Местный видеолетописец Федор Корзун запечатлел Представь, если бы мы могли сейчас сюда пригласить Снежную королеву за наш праздничный стол Да, я бы усадил ее в микроволновку Нажал бы на кнопку быстрого размораживания И посмотрел бы, как таяло бы ее Снежное величество Да я уверен, что она притворяется Снежной королевой Почему? Да потому что она обычная Снежная баба Снежинику не ищите Снежинику не ищите Снежинику не ищите По лугам и по лесам Потому что, потому что, потому что, потому что, потому что Я ее придумала Новый год идет по большой планете Новый год приходит ко всем на свете Даже если в чудо устали верить Новый год придет, открывайте двери Новый год идет по большой планете Новый год приходит ко всем на свете Даже если в чудо устали верить С Новым Годом! С Новым счастьем! Весь на свете волшебство, я это знаю. С Новым Годом! С Новым счастьем! Пусть мороз похожий, но душа остает. С Новым Годом! С Новым счастьем! Весь на свете волшебство, я это знаю. Новогоднюю ночь закатай на любовь, Ночь счастливых надежд, волшебных снов. Станет старше на год земля, мир одна семья. Ночь счастливых надежд закатай на любовь, В новогоднюю ночь до рыбаков. Принесет Дед Мороз любовь, каждый дом любовь. В городском молодежном центре подготовили яркое новогоднее представление. Полностью смотрите эту красоту скоро на нашем YouTube-канале. Праздник Новый Год! Праздник Новый Год! Праздник Новый Год! Новый Год! Сожидает елки! Новый Год! Ждает праздника, Праздник Новый Год! Этот праздник яркий, Что подарит вам лучшие плодами. Новый Год! А сейчас новости спорта. У футболистов не было новогодних каникул. Игры открытого чемпионата Слуцка по мини-футболу проходили и 31 декабря, и 6 января. Обзор 10 тура сделали с помощью Андрея Нагорного. Новый Год в открытом чемпионате Слуцка по мини-футболу начался обилием голов. В 10 туре забили 47 мячей в 6 играх. Ешбай, лидер по голам, 13 в ворота штурма и 2 пропущены. Моя картина. Моя картина за минуты мини-футболы чего они делают чертескопии с ними диаметром. В этот туре заблокировала грамматральность играя скрозна иммуных extенной линии. Желать производит В 0, 0. Νоothermal в 5 куб. Киф пропустил один от Ice Boys. Ворота соперника поразили семь раз. Главное противостояние – матч лидеров «Атлетик» – «Циркомбинат». И если в прошлом туре «Циркомбинат» сумел заработать хотя бы один балл, то в этом пропустил пять мячей и забил всего один. Рочаэс с хорошим запасом обыграл «Червоную измену» – 4-1. «Орион» и «Красная Слобода» выдали примерно равный матч. Счет 3-4 тому подтверждение. 13 и 14 января в спортшколе снова ожидаем накал страстей. Игры начнутся в 14.00 и 11.00 соответственно. И снова битва лидеров в Суцк-Сахар-Атлетик. Хотите эмоций – приходите. И о погоде. 11 января пасмурно, небольшой снег с дождем. Ветер западный, к вечеру северо-западный 7-6 метров в секунду. Порывы до 11-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха минус 1 градус. Днем от минус 1 до плюс 1. К вечеру до минус 4. Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. 12 января снова приморозит. Будет облачно без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-5 метров в секунду. Ночью минус 8-11. Днем от минус 11 до минус 9 градусов. К вечеру на градус холоднее. На этом наш выпуск завершен. Смотрите сюжеты и новости Слуцк ТВ на нашем YouTube-канале. Заходите на наши странички в соцсетях, там тоже много информации. Делитесь своими новостями. Рассказывайте об интересных людях и событиях. Предлагайте идеи для проектов. Мы рады сотрудничеству и обратной связи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин